Приготовлены к съемке. Группа на площадке «Тесна». 366 кадров, 639. Бороди камера «А». Стрельба, погоня, взрывы. Начали! Коварство, споры, какие-то есть интриги, перипетии в жизни, которые происходят у нас здесь, в Казахстане. У нас новые герои. Диапазон эмоций, чувств и так далее у нас был очень большой. Любовь. Даже есть постельная сцена. Посмотрев этот фильм, каждый человек найдет себя. Каждый участник нашей команды – это лучший специалист в своей области. Я думаю, что картина получилась очень-очень качественной. Сняв первую картину «Рэкетир» в 2007 году, в 2006 мы сняли, в 2007 была премьера, мы для себя поставили точку. Откровенно говоря, мы не собирались снимать продолжение. Ко мне подходят люди и с Украины, и с России, и с Германии. Они спрашивают, когда же, когда же будет продолжение? Когда будет вторая часть, а будет ли? Ну, то есть очень много поклонников, и оказывается, все так ждали этого продолжения. Такой наш именитый коллега мой, Тимур Бекунетов, он сказал, «Ахан, надо снимать «Рэкетир-2», потому что, говорит, если вы не снимете продолжение такого, вроде бы, ну, кассово-успешного проекта, то это будет преступление». Все же мысли витают везде, вот, не знаю, в небесах, в головах, в умах людей. И, видимо, эти мысли, они покорили сознание Ахана, что все-таки он решил снимать продолжение. Придумать было продолжение непросто, потому что мы закладывали в первую часть определенные идеи. Это сиквел, но самостоятельная история. Но, конечно, его интереснее смотреть тем зрителям, которые видели первую часть. Основной состав первого фильма все-таки сохранился, история продолжается, она не закончена. Та интрига, которая была заложена в первом фильме, она должна сыграть здесь. 174, 722. Когда закончился первый фильм тем, что главного героя Саяна пронули несколько раз ножом, и, видимо, там он умирает. Но многие зрители почему-то надеялись, да нет, нет, там же не было похорон. Ну, в первой части, конечно, Саян был молодой, дерзкий, решительный. В первой части очень сильно я худел, как все знают, 16 килограмм я сбросил. Ну, а в второй части, вот, какой сейчас полненький, аппетитный. «Рекетир-2» — это наши дни, прошло 10 лет с первой части по истории. Безусловно, каждый актер имеет свой прогресс. То есть эволюцию, в частности, Жан, в исполнении Жана Байжанбаева, он уже такой очень крупный бизнесмен, так скажем, олигарх. Он заматерел, стал богаче, жаднее, коварнее, стал лицемернее, но при этом он обаятельный. А когда первый съемочный день я решил сделать как-то так вот более пафосно, стал выдавать из себя олигарха, то Ахан сказал, давай не будем это делать. Ты Жан, ты тот Жан с первого фильма. Я, естественно, играл уже того Жана, но амплитуда зашкаливала его, его отрицательные черты, они просто густо проявлялись в моем характере, и мне это было интересно. Все сцены были связаны с моим телохранителем по фильму, Касым. Его исполняет Азамат Саттвелд, который всем известен по театральным работам, по сериалам. Это очень образованный, очень интеллигентный человек, жесткий. Он является и моим доверительным лицом, в то же время является начальником службы охраны. Большинство сцен в фильме связаны с ним. Во второй части будут новые герои, молодые герои. Булат в исполнении Достана Шакирова, это, можно сказать, главный герой нашего фильма. Окружение Булата безусловно, это новые ребята, новые герои, в смысле, в исполнении Аянова Цепергена и Максима Акбарова. Они, я считаю, что они не профессионалы. Ну и, конечно же, они прошли хорошую школу. Уже имеют большой опыт в кино. По характеристике, допустим, покрытые спортивные телосложения проходили, еще и занимались этим. Я считаю, что это получились очень яркие образы. Наверное, это потому, что мы стараемся подходить серьезно в подготовительном периоде. То есть там уже во время кастинга, во время подбора актеров. Мы конкретно знали, кого ищем, но дополнительно для эпизодических ролей, для окружения, для вторых ролей мы искали актеров по спортивным клубам, в спортшколах, в агентствах. Мы специально выезд сделали в Караганду. И у нас еще выездной кастинг был в город Чингент, потому что мы конкретно по персонажу искали. Подготовки к моим съемкам начались за 2 месяца до съемок. Мне пришлось похудеть, не соврать, на 8 килограмм. Чтобы это сделать, мне пришлось по 6 часов в день заниматься в спортзале. Потом у меня начались тренировки по боксу. Спасибо огромное моему тренеру Нурлану. Очень хорошо постарался, мы с ним очень хорошо работали, отрабатывали удары, движения, чтобы на съемках это все смотрелось естественно. Начали! Начиная с 2010 года до 2014 года все мои роли в кино, они были все положительные. И тут на тебе, Рикетир 2. Хуликан. Его герой это такой, знаете, своеобразный Робин Гуд. Его нельзя назвать отморозком в полной мере, так как он все-таки, даже если занимается каким-то разбоем, то он ни в коем случае не против каких-то мирных, простых граждан. Делает это, скажем так, со своей какой-то философией, с его точки зрения, очень правильное. Первую неделю съемок, наверное, мне было тяжело. Тяжело из себя вытащить вот этого хулигана. А потом в течение недели я просто уже начал. Я даже дома начал разговаривать, как була. В фильме есть любовная линия, и поэтому у нас появилась новая героиня Альбина. На Альбину у нас проходили кастинг около 20 девушек. И, конечно же, после первых проб Оружен Джузельбекова сразу понравился режиссеру. Каково было мое удивление, естественно, когда мне сообщили, что я участвую, что я не просто участвую в этом проекте, а у меня главная роль. Она действительно мастер своего дела. Для меня был большой опыт, большое открытие. Мне было очень приятно сотрудничать с Оруженом. Вот там мы все со спины сделаем. Мой первый съемочный день был в горах, когда мы снимали каскадерскую сцену на лошадях. Я еще тогда задумалась, почему всегда съемки начинаются с самых сложных сцен. Лошадь героини что-то испугалась, может быть, да, и поскакала. Я помню, что мне достался конь. Он очень такой был с характером таким, нехорошим. Он пару раз меня пытался скинуть с седла. Приготовились к съемке. Группа на площадке «Тишина». На тренировках мне показывал одно, а тут, значит, по команде «Мотор начали». Он становился просто шелковым, послушным, и все команды понимал. И я подумала, вот вредина. Во всех фильмах, конечно же, есть трюковые моменты, где исполняют каскадеры-дублеры, либо сами актеры. И этот момент тоже был очень важным во время подбора кастинга актеров. Специально проверяли актеров, специально давали задания. В 2011 году я снимался в кинокартине «Мамбала». И тогда мы тоже проходили подготовку с каскадерской группой «Номат». Нас там в течение 9 месяцев обучали искусству верховой езды. Ажайдар Бекунгужинов очень помогал нам по этому поводу специально готовил ребят. В этой сцене на «Лошади» я ездил верхом сам, но сам трюк исполнял мой дублер. Отлично, отлично. Все, есть. Мы с «Достеном» не работали прежде, мы даже не были знакомы. Первый раз мы познакомились на кастинге. И могу сказать с уверенностью, что да, у нас отношения такие актерские, они сложились. И вот эта химия, которая нужна, она сразу получилась. Мы старались все время на площадке заполнять общение. Мы общались, делились секретами, обсуждали, советовали друг другу что-то. Мой персонаж и персонаж оружан, они из разных миров. У них разные социальные области. Взаимоотношения с его героем, они такие неоднозначные. Если говорить о моем персонаже, то это парень с улицы, грубо говоря. Парень, у которого есть свои понятия. А если говорить об оружан, то она девушка с города, с обеспеченной семьей. Такая своенравная, очень уверенная в себе, знает, чего хочет. И эти два персонажа встречаются, возникает такое, знаете, большое какое-то чувство. От любви до ненависти один шаг. Вот, собственно, это и происходит. С Жаном, я впервые вообще работаю на этой картине. Она очень искренняя, очень добрый человек по жизни. И здесь, в принципе, она играла очень ранимую, очень недолюбленную своим отцом дочь. Когда мы снимали сцену с Жаном, ему нужно было так смачно меня ударить. Я слышала о том, что есть какие-то техники специальные, о том, как правильно дать пощечину так, чтобы не отвалилась голова у твоего партнера. Жан поступил как вот... Ну, в общем, пощечина была настоящая, очень сильная. У меня просто искры из глаз полетели. Но когда я увидела это в кадре, это, конечно, стоило того, да. Очень красиво было. Новые персонажи появляются у нас в маке. Это мафиозный хагашка. Очень славно сыграл наш Фархад Абдреймов. Жанна Ардугалова, Асель Сагатова, который играет Асель. Еще есть такие небольшие роли, допустим, как Баура Абишев сыграл, Баура тоже, соратника Саяна. Я считаю, что у нас очень яркий, получился очень яркий ансамбль актерский. Любая роль – это плод совместных усилий актера и режиссера. Акан Сатаев, он может вовремя понять актера, помочь, подтолкнуть, настроить. Он всегда сначала узнает мнение актера. Что, такой дерзкий, что ли, да? Блядь, вот так вот, смотри. А потом уже в конце говорит, как бы он это хотел сделать. Вот это приятно всегда – участвовать в процессе и понимать, что ты не просто исполнитель роли, а ты создаешь образ вместе с режиссером. Когда режиссер находится рядом с тобой и объясняет и говорит, что бы он хотел видеть, что бы он хотел слышать, это, конечно, дорогого стоит, потому что взгляд режиссера и мой взгляд влились в одно целое. Был какой-то съемочный день, один из финальных съемочных дней моих. Я был в кадре 17 или 16 часов, я не помню. Я такой степени устал, что я просто говорил, Ахан, я уже не могу. Мне давали, не знаю, гекалитрами молоко, горячий чай, горячий кофе, какие-то конфетки, чтобы мне голос восстановить. Он у меня сорвался, я осип голосом. Ахан, тебе удобно сейчас? Ахан, я говорю, Жан, еще, еще, ну вот осталось еще две сценки, вот пожалуйста, вот это самый кайф. Я так устал, но при этом было такое удовлетворение. Сложности есть во всем. Ну, если в физическом плане рассматривать, то, конечно, сложно там сидеть прикованной к батарее 20 дублей или быть запертой в багажнике, например, ехать. Я, например, очень боюсь темноты и закрытых каких-то пространств. А если вы никогда не лежали в багажнике, то попробуйте, это жутко. Я помню сцену, когда мы грабили обнальчиков. Одна машина наших героев преграждает им путь, другая машина подъезжает сзади. Да, это выбегает прикладом, выбивает стекло. Дверь закрыта, нужно дверь открывать снутри, потом ее натягивать. Снимали это три дубля, значит, мы меняли это стекло. Сцену мы сняли, и вдруг такие стоим, что-то непонятно. Что-то рука жжет. Смотрим, у меня кровь, у него кровь. Я ям порезался во время разбивания стекла, и я, когда дверь открывал. Финальный эпизод, где дождь. Да, было очень холодно, и нужно было это делать дождь. И вот мы поливали, и на асфальте это все замерзало. Да, потом хоть на коньках катайся, там было так скользко, да. Как дождичек? Отлично. Ну, несмотря на какие трудности, холод, ледяной дождь, можно сказать, все выдержали, да. Самое тяжелое, наверное, это для меня драки. Я переживал, как всегда, за эти боевые сцены. Но все получилось за один дубль. Удары прекрасные, как жизни, смачно. Большую благодарность я приношу как своим коллегам, которые ставили на боевые сцены. Они профессионалы, среди них есть даже чемпионы мира по кикбоксингу. То есть они со своими ребятами прям разыгрывают всю сцену, сами ее репетируют, снимают, монтируют, и потом показывают мне, комментируют, что хотелось бы улучшить, что чего не надо, чего можно добавить. И в итоге, конечно, мы потом не тратим колоссальное время уже во время съемок. Поэтому, конечно, безусловно, без профессионалов в этом деле не обошлось. В этом фильме есть у нас погони. Все автотрюки делали Александр Терехов. Все, начали, Валер? В общем, у нас была сложная сцена, сцена взрыва автомобиля. Долго мы к ней готовились, потому что взрыв сам по себе это уже такой сложный процесс, а снимать ее на дороге, разрывается автомобиль, на проезжей части. Это уже определенный... То есть по логистике, по организации очень сложно. И опять-таки, вот благодаря сплоченности, команде, которую мы имеем, благодаря этому мы всегда идем на лучший результат. Команда работает давно вместе. Это не первый их проект. Они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Буквально все старались нам помочь. И даже дорожная полиция, огромное им спасибо, они даже узнав, услышав, что это снимается реки Тир-2, вместе с нами ездили, помогали нам. Очень много людей, которые нам оказали помощь. В первую очередь, это группа компаний под брендом Кловер. Очень многие коммерческие структуры, которые нам тоже помогали. Это тоже, опять-таки, благодаря каким-то там продюсерским стараниям наших ребят. Изначально, когда мы создавали весь саундтрек, всю линию саундтрека, мы уже понимали, что это будет 5 или 6 основных тем, в которых есть и лирика, и дерзость, и энергетика, и присущая некая молодость к нашим молодым актерам. Конечно, в этой картине мы использовали музыку сегодняшнего времени, музыку разных стилей, и исполнителей, так называемую кооперативную музыку, которую мы включали внутри, в машинах, в кафе, в ресторанах, на улице и так далее. Музыкальный микс получился очень-очень интересным, где присутствуют и классические инструменты, и, конечно, инструменты сегодняшнего времени. То есть это некие сэмплы, которые я пробовал включить их в этот фильм лишь для того, чтобы показать именно сегодняшнее время. Я думаю, зрители заметили, что первая картина «Регетир» очень четко передала время, ощущение, атмосферу 90-х. Я могу сказать, что то же самое происходит здесь. Любой зритель, посмотрев эту картину, он увидит те моменты, которые он встречал в своей жизни. Если вы, может быть, еще не отдаете себе отчет, что сейчас происходит, какие проблемы там в обществе остро стоят, то, я думаю, в этом фильме вы их увидите очень четко и ярко. Смотря этот фильм, я думаю, каждый найдет себя, и каждый его поймет по-своему. Мы сделали такой некий микс между «Регетиром-1» и между «Регетиром-2», и поэтому в этом, наверное, есть некая изюминка. Уважаемая и дорогая группа, спасибо большое за съемочный период. Мы закончили снимать наши фильмы. Всех приглашаю в кинотеатры, всем приятного просмотра, и я очень надеюсь, что вторая часть «Регетира» вам очень понравится. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok «Регетиром-2» Любовь. Даже есть постельные сцены. Посмотрев этот фильм, каждый человек найдет себя. Каждый участник нашей команды это лучший специалист в своей области. Я думаю, что картина получилась очень и очень качественной. Сняв первую картину «Регетир» в 2007 году, в 2006 мы сняли, в 2007 была премьера, мы для себя в общем-то как бы поставили точку. Откровенно говоря, мы не собирались снимать продолжение. Ко мне подходят люди и с Украины, и с России, и с Германии. Они спрашивают, когда же, когда же будет продолжение? Когда будет вторая часть, а будет ли? Ну, то есть, очень много поклонников, и оказывается, все так ждали этого продолжения. Такой наш именитый коллега мой, Тимур Бекун, мне так он сказал, ага, надо снимать «Регетир-2», потому что, если вы не снимете проложение такого вроде бы кассово-успешного проекта, то это будет преступление. Все же мысли витают везде, не знаю, в небесах, в головах, в умах людей, и, видимо, эти мысли, они покорили сознание Ахана, что все-таки он решил снимать продолжение. Придумать было продолжение непросто, потому что мы закладывали в первую часть определенные идеи, это сиквел, но самостоятельная история, но, конечно, его интереснее смотреть тем зрителям, которые видели первую часть. Основной состав первого фильма все-таки сохранился, история продолжается, она не закончена. Та интрига, которая была заложена в первом фильме, она должна сыграть здесь. 174,722. Когда закончился первый фильм, тем, что главного героя Саяна прыгнули несколько раз ножом, и, видимо, там он умирает. Но многие зрители почему-то надеялись, да нет, нет, там же не было похорон. Ну, в первой части, конечно, Саян был молодой, дерзкий, решительный. В первой части очень сильно я худел, как все знают, 16 килограмм я сбросил. Ну, а в второй части вот какой сейчас полненький, аппетитный. «Рекетир 2» это наши дни, прошло 10 лет с первой части по истории. Безусловно, каждый актер имеет свой прогресс, то есть эволюцию, в частности, Жан, исполнение Жана Байжанбаева. Он уже такой очень крупный бизнесмен, так скажем, олигарх. Он заматерел, стал богаче, жаднее, коварнее, стал лицемернее, но при этом он обаятельный. А когда первый съемочный день я решил сделать как-то так более пафосно, стал выдавать из себя олигарха, то Ахан сказал, давай не будем это делать, ты Жан, ты тот Жан с первого фильма. И я, естественно, играл уже того Жана, но амплитуда зашкаливала его, его отрицательные черты, они просто густо проявлялись в моем характере, и мне это было интересно. Все сцены были связаны с моим телохранителем по фильму, Касым. Его исполняет Азамат Сатевелда, который всем известен по театральным работам, по сериалам. Это очень образованный, очень интеллигентный человек, жесткий. Он является и моим доверительным лицом, в то же время является начальником службы охраны. Большинство сцен в фильме связаны с ним. Во второй части будут новые герои, молодые герои. Булат в исполнении Достана Шакирова, это, можно сказать, главный герой нашего фильма. Окружение Булата, безусловно, это новые ребята, новые герои, в смысле, в исполнении Аянова Цепергена и Максима Акбарова. Они, я считаю, что они непрофессионалы. Ну и, конечно же, они прошли хорошую школу. Уже имеют большой опыт в кино. По характеристике, допустим, покрытые спортивные телосложения проходили, еще и занимались этим. Я считаю, что это получились очень яркие образы. Наверное, это потому, что мы стараемся подходить серьезно к подготовительным периодам. То есть там уже во время кастинга, во время подбора актеров. Мы конкретно знали, кого ищем, но дополнительно для эпизодических ролей, для окружения, для вторых ролей мы искали актеров по спортивным клубам, в спортшколах, в агентствах. Мы специально выезд сделали в Караганду, и у нас еще выездной кастинг был в город Чингент, потому что мы конкретно по персонажу искали. Подготовки к моим съемкам начались за два месяца до съемок. Мне пришлось похудеть, не соврать, на 8 килограмм. Чтобы это сделать, мне пришлось по 6 часов в день заниматься в спортзале. Потом у меня начались тренировки по боксу. Спасибо огромное моему тренеру Нурлану. Очень хорошо постарался, мы с ним очень хорошо работали, отрабатывали удары, движения, чтобы на съемках это все смотрелось естественно. Начали! Начиная с 2010 года до 2014 года, все мои роли в кино, они были все положительные. И тут на тебе рикетир 2 хулиган. Его герой это такой знаете своеобразный Робин Гуд. Его нельзя называть отморозком в полной мере, так как он все-таки даже если занимается каким-то разбоем, то ни в коем случае не против каких-то мирных простых граждан. Делает это, скажем так, со своей какой-то философией с его точки зрения очень правильной. Первую неделю съемок мне было тяжело из себя вытащить вот этого я даже дома начал разговаривать как була. В фильме есть любовная линия и поэтому у нас появилась новая героиня Альбина. На Альбину у нас проходили кастинг около 20 девушек и конечно же после первых проб Аружан Джузельбекова сразу понравился режиссеру. Каково было мое удивление естественно когда мне сообщили что я участвую что я не просто участвую в этом проекте а у меня главная роль Она действительно мастер своего дела для меня был большой опыт большое открытие мне было очень приятно сотрудничать с оружием Мой первый съемочный день был в горах когда мы снимали каскадерскую сцену на лошадях я еще тогда задумалась почему всегда съемки начинаются с самых сложных сцен Лошадь героини что-то испугалась может быть и поскакала Я помню что мне достался конь он очень такой был с характером таким нехорошим он пару раз меня пытался скинуть седла Приготовились к съемке группа на площадке тишина на тренировках мне показывал одно а тут значит по команде мотор начали он становился просто шелковым послушным и все команды понимал и я подумала вот вредина во всех фильмах конечно же есть трюковые моменты где исполняют каскадеры дублеры либо сами актеры и этот момент тоже был очень важным в время подбора кастинга актеров специально проверяли актеров специально давали задания в 2011 году я снимался в кинокартине Мамбала и тогда мы тоже проходили подготовку с каскадерской группой Номат нас там в течение 9 месяцев обучали искусству верховой езды Ажайдар Бекунгужин очень помогал нам по этому поводу специально готовил ребят в этой сцене на лошади я ездил верхом сам но сам трюк исполнял мой дублер отлично отлично все есть мы с Достеном не работали прежде мы даже не были знакомы первый раз мы познакомились на кастинге и могу сказать с уверенностью что да у нас отношения такие актерские они сложились и вот эта химия которая нужна она сразу получилась мы старались все время на площадке заполнять общение мы общались делились секретами обсуждали советовали друг другу что-то мой персонаж и персонаж оружием они из разных миров у них разные социальные области взаимоотношения с его героем они такие неоднозначные если говорить о моем персонаже то это парень с улицы грубо говоря парень у которого есть свои понятия а если говорить об оружием то она девушка с города с обеспеченной семьи такая своенравная очень уверенная в себе знает чего хочет и эти два персонажа встречаются возникает такое знаете большое большое какое-то чувство от любви до ненависти один шаг вот собственно это и происходит с Жаном я впервые вообще работаю на этой картине она очень искренне очень добрый человек по жизни и здесь в принципе она играла очень ранимую очень недолюбленную своим отцом дочь когда мы снимали сцену с Жаном ему нужно было так смачно меня ударить я слышала о том что есть какие-то техники специальные о том как правильно дать пощечину так чтобы не отвалилась голова у твоего партнера Жан поступил как ну в общем пощечина была настоящая очень сильная у меня просто искры из глаз полетели но когда я увидела это в кадре это конечно стоило очень красиво было новые персонажи появляются у нас в маке это мафиозный Агашко очень славно сыграл наш Фархад Абдреймов Жанна Ардугалова Асель Сагатова которая играет Асель еще есть такие небольшие роли допустим как Баура Абишев сыграл Баура тоже соратника Саяна я считаю что у нас очень ярко получился очень яркий ансамбль актерский любая роль это это плод совместных усилий актера и режиссера Акан Сатай он может вовремя понять актера помочь подтолкнуть настроить он всегда сначала узнает мнение актера что такой дерзкий что ли да вот так вот а потом уже в конце говорит как бы он это хотел сделать вот это приятно всегда участвовать в процессе и понимать что ты не просто исполнитель роли а ты создаешь образ вместе с режиссером когда режиссер находится рядом с тобой объясняет и говорит что бы он хотел видеть что бы он хотел слышать это конечно дорогого стоит потому что взгляд режиссера и мой взгляд влились в одно целое был какой-то съемочный день один из один из финальных съемочных дней моих я был в кадре 17 или 16 часов я не помню я такой степени устал что я просто говорил Ахан я уже не могу мне давали не знаю гекалитрами молоко горячий чай горячий кофе какие-то конфетки чтобы мне голос восстановить он у меня сорвался и осип голос Ахан тебе удобно сейчас? Ахан мне говорит Жаник еще осталось еще две сценки вот пожалуйста это самый кайф я так устал но при этом было такое удовлетворение сложности есть во всем если в физическом плане рассматривать то конечно сложно сидеть прикованной к батарее 20 дублей или быть запертой в багажнике например ехать я например очень боюсь темноты и закрытых каких-то пространств а если вы никогда не лежали в багажнике то попробуйте это жутко я помню сцену когда мы грабили от нальчиков одна машина наших героев преграждает им путь другая машина подъезжает сзади да это выбегает прикладом выбивает стекло дверь закрыта нужно дверь открывать снутри потом ее натягивать снимали это три дубля значит мы меняли эти стекла сцену мы сняли и вдруг такие стоим что-то непонятно что рука жжет смотрим у меня кровь у него кровь я ям порезался во время разбивания стекла и я когда дверь открывал финальный эпизод где дождь да было очень холодно нужно было это делать дождь вот мы поливали и на асфальте это все замерзало да потом хоть на коньках катайся там было так скользко как дождичек ну несмотря на какие трудности холод ледяной дождь можно сказать все выдержали да самое тяжелое наверное это для меня драки я переживал как всегда за эти боевые сцены но все получилось за один дубль удары прекрасные как жизни смачно большую благодарность я приношу как своим коллегам которые ставили нам боевые сцены они профессионалы среди них есть даже чемпионы мира по кикбоксингу то есть они со своими ребятами прям разыгрывают всю сцену сами ее репетируют снимают монтируют и потом показывают мне комментируют что хотелось бы улучшить что чего не надо чего можно добавить и в итоге конечно мы потом не тратим колоссальное время уже во время съемок поэтому конечно безусловно без профессионалов в этом деле не обошлось в этом фильме есть у нас погони все автотрюки делали Александр Терехов все начали в элитах допустим у нас есть была сложная сцена сцена взрыва автомобиля долго мы к ней готовились потому что ну взрыв сам по себе это уже такой сложный процесс а снимать ее на дороге разрывается автомобиль на проезжей части это уже определенный то есть по логистике по организации очень сложно и опять-таки благодаря сплощенности команде которую мы имеем благодаря этому мы всегда идем вот ну на лучший результат команда работает давно вместе это не первый их проект они понимают друг друга с полуслова с полувзгляда буквально все старались нам помочь и даже дорожная полиция огромное им спасибо они даже узнав услышав что это снимается реки Тир-2 вместе с нами ездили помогали нам очень много людей которые нам оказали помощь в первую очередь это группа компаний под брендом Кловер очень многие коммерческие структуры которые нам тоже помогали это тоже опять-таки благодаря продюсерским стараниям наших ребят изначально когда мы создавали весь саундтрек всю линию саундтрека мы уже понимали что это будет 5 или 6 основных тем в которых есть и лирика и дерзость и энергетика и присущая некая молодость к нашим молодым актерам конечно в этой картине мы использовали музыку сегодняшнего времени музыку разных стилей исполнителей так называемую кооперативную музыку которую мы включали внутри в машинах в кафе в ресторанах на улице и так далее музыкальный микс получился очень-очень интересным где присутствуют и классические инструменты и конечно инструменты сегодняшнего времени то есть это некие сэмплы которые я пробовал включить их в этот фильм лишь для того чтобы показать именно сегодняшнее время я думаю зрители заметили что первая картина Регетир она очень четко передала время как бы вот это ощущение вот эту атмосферу 90-х да я могу сказать что то же самое происходит здесь любой зритель посмотрев эту картину он увидит те моменты которые он встречал в своей жизни если вы может быть еще не отдаете себе отчет что сейчас происходит какие проблемы там в обществе остро стоят то я думаю в этом фильме вы их увидите очень четко и ярко смотря этот фильм я думаю каждый найдет себя и каждый его поймет по-своему мы сделали такой некий микс между Регетиром 1 и между Регетиром 2 и поэтому в этом наверное есть некая изюминка уважаемая дорогая группа спасибо большое за съемочный период мы закончили снимать наши фильмы всех приглашаю в кинотеатры всем приятного просмотра и я очень надеюсь что вторая часть Регетира вам очень понравится до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok любовь даже есть постельные сцены посмотрев этот фильм каждый человек найдет себя каждый участник нашей команды это лучший специалист в своей области я думаю что картина получилась очень и очень качественная сняв первую картину Регетир в 2007 году в 2006 мы сняли в 2007 была премьера мы для себя в общем-то как бы поставили точку откровенно говоря мы не собирались снимать продолжение ко мне подходят люди и с Украины и с России и с Германии когда же когда же будет продолжение когда будет вторая часть а будет ли ну то есть очень много поклонников и оказывается все так ждали этого продолжения такой наш именитый коллега мой Тимур Беков мне так он сказал Ахан говорит надо снимать Регетир 2 потому что если вы не снимете продолжение такого вроде бы ну кассово успешного проекта то это будет преступление все же мысли витают везде не знаю в небесах головах умах людей и видимо эти мысли они покорили сознание Ахана что все-таки он решил снимать продолжение придумать было продолжение непросто потому что мы закладывали в первую часть определенные идеи это сиквел но самостоятельная история но конечно его интереснее смотреть тем зрителям которые видели первую часть основной состав первого фильма все-таки сохранился история продолжается она не закончена та интрига которая была заложена в первом фильме она должна сыграть здесь 174,722 когда закончился первый фильм тем что главного героя Саяна прыгнули несколько раз ножом и видимо там он умирает но многие зрители почему-то надеялись да нет нет там же не было похорон ну в первой части конечно Саян был молодой дерзкий решительный в первой части очень сильно я худел как все знают 16 килограмм я сбросил ну а в второй части вот какой сейчас полненький аппетитный Рекетир 2 это наши дни прошло 10 лет с первой части по истории безусловно каждый актер имеет свой прогресс то есть эволюцию в частности Жан в исполнении Жана Байжанбаева он уже такой очень крупный бизнесмен так скажем олигарх он заматерел стал богаче жаднее коварнее стал лицемернее но при этом он обаятельный а когда первый съемочный день я решил сделать так более пафосно стал выдавать из себя олигарха то Ахан сказал давай не будем это делать ты Жан ты тот Жан с первого фильма я естественно играл уже того Жана но амплитуда зашкаливала его его отрицательные черты они просто густо проявлялись в моем характере и мне это было интересно все сцены были связаны с моим телохранителем по фильму Касым его исполняет Азамат Сатвелд который всем известен по театральным работам по сериалам это очень образованный очень интеллигентный человек жесткий он является и моим доверительным лицом в то же время является начальником службы охраны большинство сцен в фильме связаны с ним во второй части будут новые герои молодые герои Булат в исполнении Достана Шакирова это можно сказать главный герой нашего фильма окружение Булата безусловно это новые ребята новые герои в исполнении Аянова Цепергена и Максима Акбарова я считаю что они профессионалы ну и конечно же они прошли хорошую школу уже имеют большой опыт в кино по характеристике допустим покрытые спортивные телосложения проходили еще и занимались этим я считаю что это получились очень яркие образы наверное это потому что мы стараемся подходить серьезно в подготовительном периоде то есть там уже во время кастинга во время подбора актеров мы конкретно знали кого ищем но дополнительно для эпизодических ролей для окружения для вторых ролей мы искали актеров по спортивным клубам в спортшколах в агентствах мы специально выезд сделали в Караганду и у нас еще выездной кастинг был в город Чингент потому что мы конкретно по персонажу искали подготовки к моим съемкам начались за два месяца до съемок мне пришлось похудеть не соврать на 8 килограмм чтобы это сделать мне пришлось по 6 часов в день заниматься в спортзале потом у меня начались тренировки по боксу спасибо огромное моему тренеру Нурлану очень хорошо постарался мы с ним очень хорошо работали отрабатывали удары движения чтобы на съемках это все смотрелось естественно начали начиная с 2010 года до 2014 года все мои роли в кино они были все положительные и тут на тебе Рикетир 2 Хуликан его герой это такой знаете своеобразный Робин Гуд его нельзя называть отморозком в полной мере так как он все-таки даже если занимается каким-то разбоем то ни в коем случае не против каких-то мирных простых граждан делает это скажем так со своей какой-то философией с его точки зрения очень правильной первую неделю съемок мне было тяжело тяжело из себя вытащить вот этого хулигана а потом в течение недели я просто уже начал я даже дома начал разговаривать как было в фильме есть любовная линия и поэтому у нас появилась новая героиня Альбина на Альбину у нас проходили кастинг около 20 девушек и конечно же после первых проб оружен Джузельбекова сразу понравился режиссеру каково было мое удивление естественно когда мне сообщили что я участвую что я не просто участвую в этом проекте а у меня главная роль она действительно мастер своего дела для меня был большой опыт большое открытие и мне было очень приятно сотрудничать с оружием мой первый съемочный день был в горах когда мы снимали каскадерскую сцену на лошадях я еще тогда задумалась почему всегда съемки начинаются с самых сложных сцен лошадь героини что-то испугалась может быть и поскакала я помню что мне достался конь он очень такой был с характером таким нехорошим он пару раз меня пытался скинуть седла приготовились к съемке группа на площадке тишина на тренировках мне показывал одно а тут значит по команде мотор начали он становился просто шелковым послушным и все команды понимал и я подумала вот вредина во всех фильмах конечно же есть трюковые моменты где исполняют каскадеры дублеры либо сами актеры и этот момент тоже был очень важным во время подбора кастинга актеров специально проверяли актеров специально давали задания в 2011 году я снимался в кинокартине Мамбала и тогда мы тоже проходили подготовку с каскадерской группой Номат нас там в течение 9 месяцев обучали искусству верховой езды Ажайдар Бекунгуженов очень помогал нам по этому поводу специально готовил ребят в этой сцене на лошади я ездил верхом сам но сам трюк исполнял мой дублер отлично отлично все есть мы с достином не работали прежде и мы даже не были знакомы первый раз мы познакомились на кастинге и могу сказать с уверенностью что да у нас вот отношения такие актерские они сложились и вот эта химия которая нужна она сразу получилась мы старались все время на площадке заполнять общение мы общались делились секретами обсуждали советовали друг другу что-то мой персонаж и персонаж оружан они из разных миров у них разные социальные области взаимоотношения с его героем они такие неоднозначные если говорить о моем персонаже то это парень с улицы грубо говоря парень у которого есть свои понятия а если говорить об оружан то она девушка с города с обеспеченной семьи такая своенравная очень уверенная в себе знает чего хочет и эти два персонажа встречаются возникает такое знаете большое большое какое-то чувство от любви до ненависти один шаг вот собственно это и происходит с Жаном я впервые вообще работаю на этой картине она очень искренне очень добрый человек по жизни и здесь в принципе она играла очень ранимую очень недолюбленную своим отцом дочь когда мы снимали сцену с Жаном ему нужно было так смачно меня ударить я слышала о том что есть какие-то техники специальные о том как правильно дать пощечину так чтобы не отвалилась голова у твоего партнера Жан поступил как ну в общем пощечина была настоящая очень сильная у меня просто искры из глаз полетели но когда я увидела это в кадре это конечно стоило того очень красиво было новые персонажи появляются у нас в маке это мафиозный Агашка очень славно сыграл наш Фархад Абдреймов Жанна Ардугалова Асель Сагатова которая играет Асель еще есть такие небольшие роли допустим как Баура Абешев сыграл Баура тоже соратника Саяна я считаю что у нас очень яркий получился очень яркий ансамбль актерский любая роль это это плод совместных усилий актера и режиссера Акан Сатая он может вовремя понять актера помочь подтолкнуть настроить он всегда сначала узнает мнение актера что такой дерзкий что ли а? блядь вот так вот а потом уже в конце говорит как бы он это хотел сделать вот это приятно всегда участвовать в процессе и понимать что ты не просто исполнитель роли а ты создаешь образ вместе с режиссером когда режиссер находится рядом с тобой объясняет и говорит что бы он хотел видеть что бы он хотел слышать это конечно дорогого стоит потому что взгляд режиссера и мой взгляд влились в одно целое был какой-то съемочный день один из один из финальных съемочных дней моих я был в кадре 17 или 16 часов я не помню я такой степени устал что я просто говорил Ахан я уже не могу мне давали не знаю гекалитрами молоко горячий чай горячий кофе какие-то конфетки чтобы мне голос восстановить он у меня сорвался и я осип голос Ахан мне говорил Жанек еще еще осталось две сценки пожалуйста это самый кайф я так устал но при этом было такое удовлетворение сложности есть во всем если в физическом плане рассматривать то конечно сложно сидеть прикованной к батарее 20 дублей или быть запертой в багажнике например ехать я например очень боюсь темноты и закрытых каких-то пространств а если вы никогда не лежали в багажнике то попробуйте это жутко я помню сцену когда мы грабили от нальчиков одна машина наших героев преграждает им путь другая машина подъезжает сзади да это выбегает прикладом выбивает стекло дверь закрыта нужно дверь открывать снутри потом ее натягивать снимали это три дубля значит мы меняли эти стекла сцену мы сняли и вдруг такие стоим что-то непонятно что рука жжет смотрим у меня кровь у него кровь я ям порезался во время разбивания стекла и я когда дверь открывал финальный эпизод где дождь да было очень холодно нужно было это делать дождь вот мы поливали и на асфальте это все замерзало да потом хоть на коньках катайся там было так скользко как дождичек ну несмотря на какие трудности холод ледяной дождь можно сказать все выдержали да самое тяжелое наверное это для меня драки я переживал как всегда за эти боевые сцены но все получилось за один дубль удары прекрасные как жизни смачно большую благодарность я приношу как своим коллегам которые ставили на боевые сцены они профессионалы среди них есть даже чемпионы мира по кикбоксингу то есть они со своими ребятами прям разыгрывают всю сцену сами ее репетируют снимают монтируют и потом показывают мне комментируют что хотелось бы улучшить что чего не надо чего можно добавить и в итоге конечно мы потом не тратим колоссальное время уже во время съемок поэтому конечно безусловно без профессионалов в этом деле не обошлось в этом фильме есть у нас погони все автотрюки делали Александр Терехов все начали у нас была сложная сцена сцена взрыва автомобиля долго мы к ней готовились потому что взрыв сам по себе это уже такой сложный процесс а снимать ее на дороге разрывается автомобиль на проезжей части это уже определенный то есть по логистике по организации очень сложно и опять-таки благодаря сплоченности команде которые мы имеем благодаря этому мы всегда идем вот ну на лучший результат команда работает давно вместе это не первый их проект они понимают друг друга с полуслова с полувзгляда буквально все старались нам помочь и даже дорожная полиция огромное им спасибо они даже узнав услышав что это снимается реки Тир-2 вместе с нами ездили помогали нам очень много людей которые нам оказали помощь в первую очередь это группа компаний под брендом Кловер очень многие коммерческие структуры которые нам тоже помогали это тоже опять-таки благодаря продюсерским стараниям наших ребят изначально когда мы создавали весь саундтрек всю линию саундтрека мы уже понимали что это будет пять или шесть основных тем в которых есть и лирика и дерзость и энергетика и присущая некая молодость к нашим молодым актерам конечно в этой картине мы использовали музыку сегодняшнего времени музыку разных стилей исполнителей так называемую кооперативную музыку которую мы включали внутри в машинах в кафе в ресторанах на улице и так далее музыкальный микс получился очень-очень интересным где присутствуют и классические инструменты и конечно инструменты сегодняшнего времени то есть это некие сэмплы которые я пробовал включить их в этот фильм лишь для того чтобы показать именно сегодняшнее время я думаю зрители заметили что первая картина Рекетир она очень четко передала время как бы вот это ощущение вот эту атмосферу 90-х да я могу сказать что то же самое происходит здесь любой зритель посмотрев эту картину он увидит те моменты которые он встречал в своей жизни если вы может быть еще не отдаете себе отчет что сейчас происходит какие проблемы там в обществе остро стоят то я думаю в этом фильме вы их увидите очень четко и ярко смотря этот фильм я думаю каждый найдет себя и каждый его поймет по-своему мы сделали такой некий микс между Рекетиром 1 и между Рекетиром 2 и поэтому в этом наверное есть некая изюминка уважаемая дорогая группа спасибо большое за съемочный период мы закончили снимать наши фильмы всех приглашаю в кинотеатры всем приятного просмотра и я очень надеюсь что вторая часть Рекетира вам очень понравится до новых встреч стрельба, погоня, взрывы начали коварства споры какие-то есть интриги перипетии жизни которые происходят у нас здесь в Казахстане у нас новые герои диапазон эмоций чувств и так далее у нас был очень большой любовь даже из постельной сцены посмотрев этот фильм каждый человек найдет себя каждый участник нашей команды это лучший специалист в своей области я думаю, что картина получилась очень и очень качественной сняв первую картину Рекетир в 2007 году в 2006 мы сняли в 2007 была премьера мы для себя в общем-то как бы поставили точку откровенно говоря мы не собирались снимать продолжение ко мне подходят люди и с Украины и с России и с Германии они спрашивают когда же будет продолжение когда будет вторая часть а будет ли ну то есть очень много поклонников и оказывается все так ждали этого продолжения такой наш именитый коллега мой Тимур Бекунетов он сказал Ахан надо снимать Рекетир 2 потому что если вы не снимете продолжение такого вроде бы кассово успешного проекта то это будет преступление все же мысли витают везде не знаю в небесах в головах в умах людей и видимо эти мысли они покорили сознание Ахана что все таки он решил снимать продолжение Придумать было продолжение непросто потому что мы закладывали в первую часть определенные идеи это сиквел но самостоятельная история но конечно его интереснее смотреть тем зрителям которые видели первую часть Основной состав первого фильма все таки сохранился история продолжается она не закончена Та интрига которая была заложена в первом фильме она должна сыграть здесь 174 722 когда закончился первый фильм тем что главного героя Саяна прыгнули несколько раз ножом и видимо там он умирает но многие зрители почему-то надеялись да нет нет там же не было похорон ну в первой части конечно Саян был молодой дерзкий решительный в первой части очень сильно я худел все знают 16 килограмм я сбросил ну а в второй части вот какой сейчас полненький аппетитный Рекетир 2 это наши дни прошло 10 лет с первой части по истории безусловно каждый актер имеет свой прогресс то есть эволюцию в частности Жан в исполнении Жана Байжанбаева он уже такой очень крупный бизнесмен так скажем олигарх он заматерел стал богаче жаднее коварнее стал лицемернее но при этом он обаятельный а когда первый съемочный день я решил сделать так вот более пафосно стал выдавать из себя олигарха то Ахан сказал давай не будем это делать ты Жан ты тот Жан с первого фильма я естественно играл уже того Жана но амплитуда зашкаливала его его отрицательные черты они просто густо проявлялись в моем характере и мне это было интересно все сцены были связаны с моим телохранителем по фильму Касым его исполняет Азамат Саттавелд который всем известен по театральным работам по сериалам это очень образованный очень интеллигентный человек жесткий он является и моим доверительным лицом в то же время является начальником службы охраны большинство сцен в фильме связаны с ним во второй части будут новые герои молодые герои Булат в исполнении Достана Шакирова это можно сказать главный герой нашего фильма окружение Булата это новые ребята новые герои в исполнении Аянова Цепергена и Максим Акбарова они я считаю что они непрофессионалы ну и конечно же они прошли хорошую школу уже имеют большой опыт в кино по характеристике допустим покрытое спортивное телосложение проходили еще и занимались этим я считаю что это получились очень яркие образы наверное это потому что мы стараемся подходить серьезно в подготовительном периоде то есть там уже во время кастинга во время подбора актеров мы конкретно знали кого ищем но дополнительно для эпизодических ролей для окружения для вторых ролей мы искали актеров по спортивным клубам в спортшколах в агентствах мы специально выезд сделали в Караганду и у нас еще выездной кастинг был в город Чингент потому что мы конкретно по персонажу искали подготовки к моим съемкам начались за два месяца до съемок мне пришлось похудеть не соврать на 8 килограмм чтобы это сделать мне пришлось по 6 часов в день заниматься в спортзале потом у меня начались тренировки по боксу спасибо огромное моему тренеру Нурлану очень хорошо постарался мы с ним очень хорошо работали отрабатывали удары движения чтобы на съемках это все смотрелось естественно начали начиная с 2010 года до 2014 года все мои роли в кино они были все положительные и тут на тебе рикетир 2 хуликан его герой это такой знаете своеобразный Робин Гуд его нельзя называть отморозком в полной мере так как он все-таки даже если заниматься каким-то разбоем то ни в коем случае не против каких-то мирных простых граждан дело это скажем так со своей какой-то философией с его точки зрения очень правильное первую неделю съемок наверное мне было тяжело тяжело из себя вытащить вот этого хулигана а потом в течение недели я просто уже начал я даже дома начал разговаривать как була в фильме есть любовная линия и поэтому у нас появилась новая героиня Альбина на Альбину у нас проходили кастинг около 20 девушек и конечно же после первых проб Оружен Джузельбекова сразу понравился режиссеру каково было мое удивление естественно когда мне сообщили что я участвую что я не просто участвую в этом проекте а у меня главная роль она действительно мастер своего дела для меня был большой опыт большое открытие мне было очень приятно сотрудничать с Оруженом а вот мы все со спины сделаем мой первый съемочный день был в горах когда мы снимали каскадерскую сцену на лошадях я еще тогда задумалась почему всегда съемки начинаются с самых сложных сцен лошадь героини что-то испугалась может быть да и поскакала я помню что мне достался конь он очень такой был с характером таким нехорошим он пару раз меня пытался скинуть седла приготовились к съемке группа на площадке тишина на тренировках мне показывал одно а тут значит по команде мотор начали он становился просто шелковым послушным и все команды понимал и я подумала вот вредина во всех фильмах конечно же есть трюковые моменты где исполняют каскадеры дублеры либо сами актеры и этот момент тоже был очень важным во время подбора кастинга актеров специально проверяли актеров специально давали задания в 2011 году я снимался в кинокартине Мамбала и тогда мы тоже проходили подготовку с каскадерской группой Номат нас там в течение 9 месяцев обучали искусству верховой езды Жайдар Бекунгужин очень помогал нам по этому поводу специально готовил ребят в этой сцене на лошади я ездил верхом сам но сам трюк исполнял мой дублер отлично отлично все есть мы с Достеном не работали прежде мы даже не были знакомы первый раз мы познакомились на кастинге и могу сказать с уверенностью что да у нас отношения такие актерские они сложились и вот эта химия которая нужна она сразу получилась мы старались все время на площадке заполнять общение мы общались делились секретами обсуждали советовали друг другу что-то мой персонаж и персонаж оружием они из разных миров у них разные социальные области взаимоотношения с его героем они такие неоднозначные если говорить о моем персонаже то это парень с улицы грубо говоря парень у которого есть свои понятия а если говорить об оружием то она девушка с города с обеспеченной семьи такая своенравная очень уверенная в себе знает чего хочет и эти два персонажа встречаются возникает такое знаете большое большое какое-то чувство от любви до ненависти один шаг вот собственно это и происходит сражен я впервые вообще работаю на этой картине она очень искренне очень добрый человек по жизни и здесь в принципе она играла очень ранимую очень недолюбленную своим отцом дочь когда мы снимали сцену с Жаном ему нужно было так смачно меня ударить я слышала о том что есть какие-то техники специальные о том как правильно дать пощечину так чтобы не отвалилась голова у твоего партнера Жан поступил как ну в общем пощечина была настоящая очень сильная у меня просто искры из глаз полетели но когда я увидела это в кадре это конечно стоило очень красиво было новые персонажи появляются у нас в маке это мафиозный Агашка очень славно сыграл наш Фархат Абдреймов Жанна Ардугалова Асель Сагатова которая играет Асель еще есть такие небольшие роли допустим как Баура Абишев сыграл Баура тоже соратника Саяна я считаю что у нас очень яркий получился очень яркий ансамбль актерский любая роль это это плод совместных усилий актера и режиссера Акан Сатая он может вовремя понять актера помочь подтолкнуть настроить он всегда сначала узнает мнение актера что такой дерзкий что ли а? блядь вот так вот а потом уже в конце говорит как бы он это хотел сделать вот это приятно всегда участвовать в процессе и понимать что ты не просто исполнитель роли а ты создаешь образ вместе с режиссером когда режиссер находится в стадионе там с тобой объясняет и говорит что бы он хотел видеть что бы он хотел слышать это конечно дорогого стоит потому что взгляд режиссера и мой взгляд влились в одно целое был какой-то съемочный день один из один из финальных съемочных дней моих я был в кадре 17 или 16 часов я не помню я такой степени устал что я просто говорил Ахан я уже не могу мне давали не знаю гекалитрами молоко горячий чай горячий кофе какие-то конфетки чтобы мне голос восстановить он у меня сорвался и я осил голос Ахан тебе удобно сейчас? Ахан мне говорит Жаник еще еще осталось еще две сценки пожалуйста это самый кайф я так устал но при этом было такое удовлетворение сложности есть во всем если в физическом плане рассматривать то конечно сложно сидеть прикованной к батарее 20 дублей или быть запертой в багажнике например ехать я например очень боюсь темноты и в закрытых каких-то пространств а если вы никогда не лежали в багажнике то попробуйте это жутко я помню сцену когда мы грабили от Нальчиков одна машина наших героев преграждает им путь другая машина подъезжает сзади да это выбегает прикладом выбивает стекло дверь закрыта нужно дверь открывать снутри потом ее натягивать снимали это три дубля значит мы меняли это стекло сцену мы сняли и вдруг такие стоим что-то непонятно что-то рука жжет смотрим у меня кровь у него кровь я ям порезался во время разбивания стекла и я когда дверь открывал финальный эпизод где дождь да было очень холодно нужно было это делать дождь вот мы поливали и на асфальте это все замерзало да потом хоть на коньках катайся там было так скользко да как дождичек ну несмотря на какие трудности холод ледяной дождь можно сказать все выдержали да самое тяжелое наверное это для меня драки я переживал как всегда за эти боевые сцены но все получилось за один дубль удары прекрасные как жизни смачно большую благодарность я приношу как своим коллегам которые ставили нам боевые сцены они профессионалы среди них есть даже чемпионы мира по кикбоксингу то есть они со своими ребятами прям разыгрывают всю сцену сами ее репетируют снимают монтируют и потом показывают мне комментируют что хотелось бы улучшить что чего не надо чего можно добавить и в итоге конечно мы потом не тратим колоссальное время уже во время съемок поэтому конечно безусловно без профессионалов в этом деле не обошлось в этом фильме есть у нас погони все авто трюки делали Александр Терехов все начали у нас была сложная сцена сцена взрыва автомобиля долго мы к ней готовились потому что взрыв сам по себе это уже сложный процесс а снимать ее на дороге разрывается автомобиль на проезжей части это уже определенный то есть по логистике по организации очень сложно и опять-таки благодаря сплоченности команде которую мы имеем благодаря этому мы всегда идем вот ну на лучший результат команда работает давно вместе это не первый их проект они понимают друг друга с полуслова с полувзгляда буквально все старались нам помочь и даже дорожная полиция огромное им спасибо они даже узнав услышав что это снимается реки Тир-2 вместе с нами ездили помогали нам очень много людей которые нам оказали помощь в первую очередь это группа компаний под брендом Clover очень многие коммерческие структуры которые нам тоже помогали это тоже опять-таки благодаря продюсерским стараниям наших ребят изначально когда мы создавали весь саундтрек всю линию саундтрека мы уже понимали что это будет 5 или 6 основных тем в которых есть и лирика и дерзость и энергетика и присущая некая молодость к нашим молодым актерам конечно в этой картине мы использовали музыку сегодняшнего времени музыку разных стилей исполнителей так называемую кооперативную музыку которую мы включали внутри в машинах в кафе в ресторанах на улице и так далее музыкальный микс получился очень-очень интересным где присутствуют и классические инструменты и конечно инструменты сегодняшнего времени то есть это некие сэмплы которые я пробовал включить их в этот фильм лишь для того чтобы показать именно сегодняшнее время я думаю зрители заметили что первая картина Регетир она очень четко передала время как бы вот это ощущение вот эту атмосферу 90-х да я могу сказать что то же самое происходит здесь любой зритель посмотрев эту картину он увидит те моменты которые он встречал в своей жизни если вы может быть еще не отдаете себе отчет что сейчас происходит какие проблемы там в обществе остро стоят то я думаю в этом фильме вы их увидите очень четко и ярко смотря этот фильм я думаю каждый найдет себя и каждый его поймет по-своему мы сделали такой некий микс между Регетиром 1 и между Регетиром 2 и поэтому в этом наверное есть некая изюминка уважаемая дорогая группа спасибо большое за съемочный период мы закончили снимать всех приглашаю всех приглашаю в кинотеатры всем приятного просмотра и я очень надеюсь что вторая часть Регетира вам очень понравится до новых встреч стрельба погоня взрывы начали коварства споры какие-то есть интриги перипетии жизни которые происходят у нас здесь в Казахстане у нас новые герои диапазон эмоций чувств и так далее у нас был очень большой любовь даже есть постельные сцены посмотрев этот фильм каждый человек найдет себя каждый участник нашей команды это лучший специалист в своей области я думаю что картина получилась очень и очень качественная сняв первую картину Рекетир в 2007 году в 2006 мы сняли в 2007 была премьера мы для себя в общем-то как бы поставили точку откровенно говоря мы не собирались снимать продолжение ко мне подходят люди и с Украины и с России и с Германии когда же когда же будет продолжение когда будет вторая часть а будет ли то есть очень много поклонников и оказывается все так ждали этого продолжения такой наш именитый коллега мой Тимур Бекман мне так он сказал Ахан говорит надо снимать Рекетир 2 потому что если вы не снимете продолжение такого вроде бы кассово успешного проекта то это будет преступление все же мысли все же мысли витают витают везде не знаю в небесах головах в умах людей и видимо эти мысли они покорили сознание Ахана что все таки он решил снимать продолжение придумать было продолжение непросто потому что мы закладывали в первую часть определенные идеи это сиквел но самостоятельная история но конечно его интереснее смотреть тем зрителям которые видели первую часть основной состав первого фильма все таки сохранился история продолжается она не закончена та интрига которая была заложена в первом фильме она должна сыграть здесь 174 722 когда закончился первый фильм тем что главного героя Саяна прыгнули несколько раз ножом и видимо там он умирает но многие зрители почему-то надеялись да нет нет там же не было похорон ну в первой части конечно Саян был молодой дерзкий решительный в первой части очень сильно я худел все знают 16 килограмм я сбросил ну а в второй части вот какой сейчас полненький аппетитный Рекетир 2 это наши дни прошло 10 лет с первой части по истории безусловно каждый актер имеет свой прогресс то есть эволюцию в частности Жан исполнение Жана Байжанбаева он уже такой очень крупный бизнесмен так скажем олигарх он заматерел стал богаче жаднее коварнее стал лицемернее но при этом он обаятельный а когда первый съемочный день я решил сделать как-то так более пафосно стал выдавать из себя олигарха то Ахан сказал давай не будем это делать ты Жан ты тот Жан с первого фильма я естественно играл уже того Жана но амплитуда зашкаливала его его отрицательные черты они просто густо проявлялись в моем характере и мне это было интересно все сцены были связаны с моим телохранителем по фильму Касым его исполняет Азамат Сатевелды который всем известен по театральным работам по сериалам это очень образованный очень интеллигентный человек жесткий он является и моим доверительным лицом в то же время является начальником службы охраны большинство сцен в фильме связаны с ним во второй части будут новые герои молодые герои Булат в исполнении Достана Шакирова это можно сказать главный герой нашего фильма окружение Булата безусловно это новые ребята новые герои в исполнении Аянова Цепергена и Максима Акбарова они я считаю что они непрофессионалы ну и конечно же они прошли хорошую школу уже имеют большой опыт в кино по характеристике допустим покрытые спортивные телосложения проходили еще и занимались этим я считаю что это получились очень яркие образы наверное это потому что мы стараемся подходить серьезно в подготовительном периоде то есть там уже во время кастинга во время подбора актеров мы конкретно знали кого ищем но дополнительно для эпизодических ролей для окружения для вторых ролей мы искали актеров по спортивным клубам в спортшколах в агентствах мы специально выезд сделали в Караганду и у нас еще выездной кастинг был в город Чингент потому что мы конкретно по персонажу искали подготовки к моим съемкам начались за два месяца до съемок мне пришлось похудеть не соврать на 8 килограмм чтобы это сделать мне пришлось по 6 часов в день заниматься в спортзале потом у меня начались тренировки по боксу спасибо огромное моему тренеру Нурлану очень хорошо постарался мы с ним очень хорошо работали отрабатывали удары движения чтобы на съемках это все смотрелось естественно начали начиная с 2010 года до 2014 года все мои роли в кино они были все положительные и тут на тебе рикетир 2 хулиган его герой это такой знаете своеобразный Робин Гуд его нельзя называть отморозком в полной мере так как он все-таки даже если занимается каким-то разбоем то ни в коем случае не против каких-то мирных простых граждан делает это скажем так со своей какой-то философией с его точки зрения очень правильной первую неделю съемок наверное мне было тяжело тяжело из себя вытащить вот этого хулигана а потом в течение недели я просто уже начал я даже дома начал разговаривать как була в фильме есть любовная линия и поэтому у нас появилась новая героиня Альбина на Альбину у нас проходили кастинг около 20 девушек и конечно же после первых проб оружен Джузельбекова сразу понравился режиссеру каково было мое удивление естественно когда мне сообщили что я участвую что я не просто участвую в этом проекте а у меня главная роль она действительно мастер своего дела для меня был большой опыт большое открытие мне было очень приятно сотрудничать с оружием мой первый съемочный день был в горах когда мы снимали каскадерскую сцену на лошадях я еще тогда задумалась почему всегда съемки начинаются с самых сложных сцен лошадь героини что-то испугалась может быть и поскакала я помню что мне достался конь он очень такой был с характером таким нехорошим он пару раз меня пытался скинуть седла приготовились к съемке группа на площадке тишина на тренировках мне показывал одно а тут значит по команде мотор начали он становился просто шелковым послушным и все команды понимал и я подумала вот вредина во всех фильмах конечно же есть трюковые моменты где исполняет каскадеры дублеры либо либо сами актеры и этот момент тоже был очень важным во время подбора кастинга актеров специально проверяли актеров специально давали задания в 2011 году я снимался в кинокартине Мамбала и тогда мы тоже проходили подготовку с каскадерской группой намат нас там ну в течение девяти месяцев обучали искусство верховой езды Ажайдар Бекунгуженов очень помогал нам по этому поводу специально готовил ребят в этой сцене на лошади я ездил верхом сам но сам трюк исполнял мой дублер отлично отлично все есть мы с Достеном не работали прежде мы даже не были знакомы первый раз мы познакомились на кастинге и могу сказать с уверенностью что да у нас вот отношения такие актерские они сложились и вот эта химия которая нужна она сразу получилась мы старались все время на площадке заполнять общение мы общались делились секретами там обсуждали там советовали друг другу что-то мой персонаж и персонаж оружан они из разных миров у них разные социальные области взаимоотношения с его героем они такие неоднозначные если говорить о моем персонаже то это парень с улицы грубо говоря парень у которого есть свои понятия а если говорить об оружан то она девушка с города с обеспеченной семьи такая своенравная очень уверенная в себе знает чего хочет и эти два персонажа встречаются возникает такое знаете большое большое какое-то чувство от любви до ненависти один шаг вот собственно это и происходит с оружаном я впервые вообще работаю на этой картине она очень искренне очень добрый человек по жизни и здесь в принципе она играла очень ранимую очень недолюбленную своим отцом дочь когда мы снимали сцену с Жаном ему нужно было так смачно меня ударить я слышала о том что есть какие-то техники специальные о том как правильно дать пощечину так чтобы не отвалилась голова у твоего партнера Жан поступил как вот ну в общем пощечина была настоящая очень сильная у меня просто искры из глаз полетели но когда я увидела это в кадре это конечно стоило того да очень красиво было новые персонажи появляются у нас в Маке это мафиозный Хагашка очень славно сыграл наш Фархад Абдреймов Жанна Ардугалова Асель Сагатова которая играет Асель еще есть такие небольшие роли допустим как Баура Абишев сыграл Баура тоже соратника Саяна я считаю что у нас очень ярко получился очень яркий ансамбль актерский любая роль это это плод совместных усилий актера и режиссера Акан Сатай он может вовремя понять актера помочь подтолкнуть настроить он всегда сначала узнает мнение актера что такое дерзкий что ли да вот так вот а потом уже в конце говорит как бы он это хотел сделать вот это приятно всегда участвовать в процессе и понимать что ты не просто исполнитель роли а ты создаешь образ вместе с режиссером когда режиссер находится стадиентом с тобой объясняет и говорит что бы он хотел видеть что бы он хотел слышать это конечно дорогого стоит потому что взгляд режиссера и мой взгляд влились в одно целое был какой-то съемочный день один из один из финальных съемочных дней моих я был в кадре 17 или 16 часов я не помню я такой степени устал что я просто говорил Акан я уже не могу мне давали не знаю гекалитрами молоко горячий чай горячий кофе какие-то конфетки чтобы мне голос восстановить он у меня сорвался и осип голоса Жан, тебе удобно сейчас? Акан мне говорил Жан, еще, еще ну вот осталось еще две сценки вот пожалуйста вот это самый кайф я так устал но при этом было такое удовлетворение сложности есть во всем ну если в физическом плане рассматривать то конечно сложно там сидеть прикованной к батарее 20 дублей или быть запертой в багажнике например ехать я например очень боюсь темноты и закрытых каких-то пространств а если бы никогда не лежали в багажнике попробуйте это жутко я помню сцену когда мы грабили от Нальчиков одна машина наших героев преграждает им путь другая машина подъезжает сзади да, это выбегает прикладом выбивает стекло дверь закрыта нужно дверь открывать снутри потом ее натягивать снимали это три дубля значит мы меняли эти стекла сцену мы сняли и вдруг такие стоим что-то непонятно что-то рука жжет смотрим у меня кровь у него кровь я ям порезался во время разбивания стекла и я когда дверь открывал финальный эпизод где дождь да, было очень холодно нужно было это делать дождь вот мы поливали и на асфальте это все замерзало да, потом да, потом хоть на коньках катайся там было так скользко да как дождичек отлично ну несмотря на какие трудности холод ледяной дождь можно сказать все выдержали да самое тяжелое самое тяжелое это для меня драки я переживал как всегда за эти боевые сцены но все получилось за один дубль удары прекрасные как жизни смачно большую благодарность я приношу как своим коллегам которые ставили нам боевые сцены они профессионалы среди них есть даже чемпионы мира по кикбоксингу то есть они со своими ребятами прям разыгрывают всю сцену сами ее репетируют снимают монтируют и потом показывают мне комментируют что хотелось бы улучшить что чего не надо чего можно добавить и в итоге конечно мы потом не тратим колоссальное время уже во время съемок поэтому конечно безусловно без профессионалов в этом деле не обошлось в этом фильме есть у нас погони все авто трюки делали Александр Терехов все начали в общем у нас есть была сложная сцена взрыва автомобиля долго мы к ней готовились потому что взрыв сам по себе это уже такой сложный процесс а снимать ее на дороге разрывается автомобиль на проезжей части это уже определенный то есть по логистике по организации очень сложно и опять-таки благодаря сплошенности команде которую мы имеем благодаря этому мы всегда идем на лучший результат команда работает давно вместе это не первый их проект они понимают друг друга с полуслова с полувзгляда буквально все старались нам помочь и даже дорожная полиция огромное им спасибо они даже узнав услышав что это снимается реки Тир-2 вместе с нами ездили помогали нам очень много людей которые нам оказали помощь в первую очередь это группа компаний под брендом Кловер очень многие коммерческие структуры которые нам тоже помогали это тоже опять-таки благодаря продюсерским стараниям наших ребят изначально когда мы создавали весь саундтрек всю линию саундтрека мы уже понимали что это будет пять или шесть основных тем в которых есть и лирика и дерзость и энергетика и присущая некая молодость к нашим молодым актерам конечно в этой картине мы использовали музыку сегодняшнего времени музыку разных стилей исполнителей так называемую кооперативную музыку которую мы включали внутри в машинах в кафе в ресторанах на улице и так далее музыкальный микс получился очень-очень интересным где присутствуют и классические инструменты и конечно инструменты сегодняшнего времени то есть это некие сэмплы которые я пробовал включить их в этот фильм лишь для того чтобы показать именно сегодняшнее время я думаю зрители заметили что первая картина Регетир она очень четко передала время как бы вот это ощущение вот эту атмосферу 90-х да я могу сказать что то же самое происходит здесь любой зритель посмотрев эту картину он увидит те моменты которые он встречал в своей жизни если вы может быть еще не отдаете себе отчет что сейчас происходит какие проблемы там в обществе остро стоят то я думаю в этом фильме вы их увидите очень четко и ярко смотря этот фильм я думаю каждый найдет себя и каждый его поймет по-своему мы сделали такой некий микс между Регетиром 1 и между Регетиром 2 и поэтому в этом наверное есть некая изюминка уважаемая дорогая группа спасибо большое за съемочный период мы закончили снимать наши фильмы всех приглашаю в кинотеатры всем приятного просмотра и я очень надеюсь что вторая часть Регетира вам очень понравится до новых встреч и я очень надеюсь приятного приготовлен к съемке группа на площадке тесна 166 камеры 139 2 1 камера а стрельба погоня взрывы начали коварство споры какие-то есть интриги перепятий жизней которые происходят у нас здесь в Казахстане У нас новые герои. Диапазон эмоций, чувств и так далее у нас был очень большой. Любовь. Даже есть постельные сцены. Посмотрев этот фильм, каждый человек найдет себя. Каждый участник нашей команды – это лучший специалист в своей области. Я думаю, что картина получилась очень и очень качественной. Сняв первую картину «Рэкетир» в 2007 году, в 2006 мы сняли, в 2007 была премьера, мы для себя поставили точку. Откровенно говоря, мы не собирались снимать продолжение. Ко мне подходят люди и с Украины, и с России, и с Германии. Они спрашивают, когда же будет продолжение? Когда будет вторая часть, а будет ли? То есть очень много поклонников, и оказывается, все так ждали этого продолжения. Такой наш именитый коллега мой, Тимур Бекунетов, он сказал «Ахан», говорит, надо снимать «Рэкетир-2», потому что, если вы не снимете продолжение такого вроде бы кассово-успешного проекта, то это будет преступление. Все же мысли витают везде, не знаю, в небесах, в головах, в умах людей. И, видимо, эти мысли, они покорили сознание Ахана, что все-таки он решил снимать продолжение. Придумать было продолжение непросто, потому что мы закладывали в первую часть определенной идеи. Это сиквел, но самостоятельная история. Но, конечно, его интереснее смотреть тем зрителям, которые видели первую часть. Основной состав первого фильма все-таки сохранился, история продолжается, она не закончена. Та интрига, которая была заложена в первом фильме, она должна сыграть здесь. 174,722. Когда закончился первый фильм тем, что главного героя Саяна прыгнули несколько раз ножом, и, видимо, там он умирает. Но многие зрители почему-то надеялись, да нет, нет, там же не было похорон. Ну, в первой части, конечно, Саян был молодой, дерзкий, решительный. В первой части очень сильно я худел, как все знают, 16 килограмм я сбросил. Ну, а в второй части, вот, какой сейчас полненький, аппетитный. «Рекетир-2» — это наши дни, прошло 10 лет с первой части, вот по истории. Безусловно, каждый актер имеет свой прогресс, то есть эволюцию. Эволюцию, в частности, Жан, исполнение Жана Байжанбаева. Он уже такой очень крупный бизнесмен, так скажем, олигарх. Он заматерел, стал богаче, жаднее, коварнее, стал лицемернее, но при этом он обаятельный. А когда первый съемочный день я решил сделать это так более пафосно, стал выдавать из себя олигарха, то Ахан сказал, давай не будем это делать. Ты Жан, ты тот Жан с первого фильма. Я, естественно, играл уже того Жана, но амплитуда зашкаливала его. Его отрицательные черты, они просто густо проявлялись в моем характере, и мне это было интересно. Все сцены были связаны с моим телохранителем по фильму, Касым. Его исполняет Азамат Сатвеллда, который всем известен по театральным работам, по сериалам. Это очень образованный, очень интеллигентный человек, жесткий. Он является и моим доверительным лицом, в то же время является начальником службы охраны. Большинство сцен в фильме связаны с ним. Во второй части будут новые герои, молодые герои. Булат в исполнении Достена Шакирова, это, можно сказать, главный герой нашего фильма. Окружение Булата, безусловно, это новые ребята, новые герои, в смысле, в исполнении Аянова Цепергена и Максима Акбарова. Они, я считаю, что они непрофессионалы. Ну и, конечно же, они прошли хорошую школу. Уже имеют большой опыт в кино. По характеристике, допустим, покрытое спортивное телосложение проходили, еще и занимались этим. Я считаю, что это получились очень яркие образы. Наверное, это потому, что мы стараемся подходить серьезно в подготовительном периоде. То есть там уже во время кастинга, во время подбора актеров. Мы конкретно знали, кого ищем, но дополнительно для эпизодических ролей, для окружения, для вторых ролей мы искали актеров по спортивным клубам, в спортшколах, в агентствах. Мы специально выезд сделали в Караганду. И у нас еще выездной кастинг был в город Чингент, потому что мы конкретно по персонажу искали. Подготовки к моим съемкам начались за два месяца до съемок. Мне пришлось похудеть, не соврать, на 8 килограмм. Чтобы это сделать, мне пришлось по 6 часов в день заниматься в спортзале. Потом у меня начались тренировки по боксу. Спасибо огромное моему тренеру Нурлану. Очень хорошо постарался, мы с ним очень хорошо работали. И отрабатывали удары, движения, чтобы на съемках это все смотрелось естественно. Начали! Начиная с 2010 года до 2014 года, все мои роли в кино, они были все положительные. И тут на тебе, Рикетир 2. Хуликан. Его герой это такой, знаете, своеобразный Робин Гуд. Его нельзя называть отморозком в полной мере, так как он все-таки, даже если занимается каким-то разбоем, то ни в коем случае не против каких-то мирных, простых граждан. Делает это, скажем так, со своей какой-то философией, с его точки зрения, очень правильной. Первую неделю съемок, наверное, мне было тяжело. Тяжело из себя вытащить вот этого хулигана. А потом в течение недели я просто уже начал, я даже дома начал разговаривать, как было. В фильме есть любовная линия, и поэтому у нас появилась новая героиня Альбина. На Альбину у нас проходили кастинг около 20 девушек. И, конечно же, после первых проб Аружен Джузельбекова сразу понравился режиссеру. Каково было мое удивление, естественно, когда мне сообщили, что я участвую, что я не просто участвую в этом проекте, а у меня главная роль. Она действительно мастер своего дела. Для меня был большой опыт, большое открытие. Мне было очень приятно сотрудничать с Аруженом. Мой первый съемочный день был в горах, когда мы снимали каскадерскую сцену на лошадях. Я еще тогда задумалась, почему всегда съемки начинаются с самых сложных сцен. Лошадь героини что-то испугалась, может быть, да, и поскакала. Я помню, что мне достался конь. Он очень такой был с характером таким, нехорошим. Он пару раз меня пытался скинуть с седла. Приготовились к съемке группа на площадке «Тишина». На тренировках мне показывал одно, а тут, значит, по команде «Мотор начали». Он становился просто шелковым, послушным, и все команды понимал. И я подумала, вот вредина. Во всех фильмах, конечно же, есть трюковые моменты, где исполняют каскадеры-дублеры, либо сами актеры. И этот момент тоже был очень важным во время подбора кастинга актеров. Специально проверяли актеров, специально давали задания. В 2011 году я снимался в кинокартине «Мамбала». И тогда мы тоже проходили подготовку с каскадерской группой «Номат». Нас там в течение 9 месяцев обучали искусству верховой езды. Ажайдар Бекунгуженов очень помогал нам по этому поводу. Специально готовил ребят. В этой сцене на лошади я ездил верхом сам. Но сам трюк исполнял мой дублер. Отлично, отлично. Все, есть. Мы с Достеном не работали прежде, мы даже не были знакомы. Первый раз мы познакомились на кастинге. И могу сказать с уверенностью, что да, у нас отношения такие актерские, они сложились. И вот эта химия, которая нужна, она сразу получилась. Мы старались все время на площадке заполнять общение. Мы общались, делились секретами, обсуждали, советовали друг другу что-то. Мой персонаж и персонаж Аружан, они из разных миров. У них разные социальные области. Взаимоотношения с его героем, они такие неоднозначные. Если говорить о моем персонаже, то это парень с улицы, грубо говоря. Парень, у которого есть свои понятия. А если говорить об Аружан, то она девушка с города, с обеспеченной семьи. Такая своенравная, очень уверенная в себе, знает, чего хочет. И эти два персонажа встречаются, возникает такое, знаете, большое, большое какое-то чувство. От любви до ненависти один шаг, вот, собственно, это и происходит. А Аружан, я впервые вообще работаю на этой картине. Она очень искренняя, очень добрый человек по жизни. И здесь, в принципе, она играла очень ранимую, очень недолюбленную своим отцом дочь. Когда мы снимали сцену с Жаном, ему нужно было так смачно меня ударить. Я слышала о том, что есть какие-то техники специальные о том, как правильно дать пощечину так, чтобы не отвалилась голова у твоего партнера. Жан поступил как вот... Ну, в общем, пощечина была настоящая, очень сильная. У меня просто искры из глаз полетели. Но когда я увидела это в кадре, это, конечно, стоило того, да. Очень красиво было. Новые персонажи появляются у нас в Маке. Это мафиозный Агашка. Очень славно сыграл наш Фархад Абдреймов. Жанна Ардугалова, Асель Сагатова, которая играет Асель. Еще есть такие небольшие роли, допустим, как Баура Абешев сыграл Баура тоже, соратника Саяна. Я считаю, что у нас очень яркий, получился очень яркий ансамбль актерский. Любая роль – это плод совместных усилий актера и режиссера. Акан Сатая, он может вовремя понять актера, помочь, подтолкнуть, настроить. Он всегда сначала узнает мнение актера. Что такое, дерзкий, что ли, да? Вот так вот, да? А потом уже в конце говорит, как бы он это хотел сделать. Вот это приятно всегда – участвовать в процессе и понимать, что ты не просто исполнитель роли, а ты создаешь образ вместе с режиссером. Когда режиссер находится рядом с тобой, объясняет и говорит, что бы он хотел видеть, что бы он хотел слышать, это, конечно, дорогого стоит, потому что взгляд режиссера и мой взгляд влились в одно целое. Был какой-то съемочный день, один из финальных съемочных дней моих. Я был в кадре 17 или 16 часов, я не помню. Я такой степени устал, что я просто говорил, «Ахан, я уже не могу». Мне давали, не знаю, гекалитрами молоко, горячий чай, горячий кофе, какие-то конфетки, чтобы мне голос восстановить. Он у меня сорвался, я осип голос. «Ахан, тебе удобно сейчас?» «Ахан, я говорю, «Жаник, еще, еще, ну вот осталось еще две сценки, вот пожалуйста, вот это самый кайф». Я так устал, но при этом было такое удовлетворение. Сложности есть во всем. Ну, если в физическом плане рассматривать, то, конечно, сложно там сидеть прикованной к батарее 20 дублей или быть запертой в багажнике, например, ехать. Я, например, очень боюсь темноты и закрытых каких-то пространств. А если вы никогда не лежали в багажнике, то попробуйте, это жутко. Я помню сцену, когда мы грабили обнальчиков. Одна машина наших героев преграждает им путь, другая машина подъезжает сзади. Да, это выбегает прикладом, выбивает стекло. Дверь закрыта, нужно дверь открывать снутри, потом ее натягивать. Снимали это три дубля, значит, мы меняли это стекло. Сцену мы сняли, вдруг такие стоим, что-то непонятно, что-то рука жжет. Смотрим, у меня кровь, у него кровь. Я ям порезался во время разбивания стекла, и я, когда дверь открывал. Финальный эпизод, где дождь, да, было очень холодно, и нужно было это делать дождь. И вот мы поливали, и на асфальте это все замерзало. Да, потом хоть на коньках катайся, там, было так скользко, да. Как дождичек? Отлично, конечно. Ну, несмотря на какие трудности, холод, ледяной дождь, можно сказать, все, выдержали, да. Самое тяжелое, наверное, это для меня драки. Я переживал, как всегда, за эти боевые сцены. Ну, все получилось за один дубль. Удары прекрасные, как жизни, смачно. Большую благодарность я приношу, как своим коллегам, которые ставили на боевые сцены. Они профессионалы, среди них есть даже чемпионы мира по кикбоксингу. То есть они со своими ребятами прям разыгрывают всю сцену, сами ее репетируют, снимают, монтируют и потом показывают мне. Комментируем, что хотелось бы улучшить, чего не надо, чего можно добавить. И в итоге, конечно, мы потом не тратим колоссальное время уже во время съемок. Поэтому, конечно, безусловно, без профессионалов в этом деле не обошлось. В этом фильме есть у нас погони. Все автотрюки делали Александр Терехов. Все, начали, Валяр? В общем, у нас была сложная сцена, сцена взрыва автомобиля. Долго мы к ней готовились, потому что взрыв сам по себе это уже такой сложный процесс. А снимать ее на дороге, разрывается автомобиль на проезжей части, это уже определенный... То есть по логистике, по организации очень сложно. И опять-таки, благодаря сплоченности, команде, которую мы имеем, благодаря этому мы всегда идем на лучший результат. Команда работает давно вместе. Это не первый их проект. Они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Буквально все старались нам помочь. И даже дорожная полиция, огромное им спасибо. Они даже, узнав, услышав, что это снимается «Реки Тер-2», вместе с нами ездили, помогали нам. Очень много людей, которые нам оказали помощь. В первую очередь, это группа компаний под брендом «Кловер». Очень многие коммерческие структуры, которые нам тоже помогали. Это тоже, опять-таки, благодаря каким-то там продюсерским стараниям наших ребят. Изначально, когда мы создавали весь саундтрек, всю линию саундтрека, мы уже понимали, что это будет пять или шесть основных тем, в которых есть и лирика, и дерзость, и энергетика, и присущая некая молодость к нашим молодым актерам. Конечно, в этой картине мы использовали музыку сегодняшнего времени, музыку разных стилей, исполнителей, так называемую кооперативную музыку, которую мы включали внутри, в машинах, в кафе, в ресторанах, на улице и так далее. Музыкальный микс получился очень-очень интересным, где присутствуют и классические инструменты, и, конечно, инструменты сегодняшнего времени. То есть это некие сэмплы, которые я пробовал включить в этот фильм лишь для того, чтобы показать именно сегодняшнее время. Я думаю, зрители заметили, что первая картина «Рекетир», она очень четко передала время, как бы вот это ощущение, вот эту атмосферу 90-х. Я могу сказать, что то же самое происходит здесь. Любой зритель, посмотрев эту картину, он увидит те моменты, которые он встречал в своей жизни. Если вы, может быть, еще не отдаете себе отчет, что сейчас происходит, какие проблемы там в обществе остро стоят, то, я думаю, в этом фильме вы их увидите очень четко и ярко. Смотря этот фильм, я думаю, каждый найдет себя, и каждый его поймет по-своему. Мы сделали такой некий микс между «Рекетиром-1» и между «Рекетиром-2», и поэтому в этом, наверное, есть некая изюминка. Уважаемая и дорогая группа, спасибо большое за съемочный период. Мы закончили снимать наши фильмы. Всех приглашаю в кинотеатры, всем приятного просмотра, и я очень надеюсь, что вторая часть «Рекетира» вам очень понравится. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова